Они не цирковые артисты и не актеры. Эти ребята называют себя косплеерами, фанатами аниме и комиксов, которые полностью копируют любимых персонажей. Они съехались на фестиваль японской культуры и анимации СОС, проходящий в этом году в Барнауле. Участников было более полутысячи. Я директор заведения «Очеренная почта» Ларга Ллойд. Почему же ты? Тролло Ллойд. Тролло Ллойд. А вообще Кауру. В жизни Кауру. Стать героем аниме – заветная мечта любителя японской культуры. Парики, цветные линзы, необычные платья – вот главный инструмент настоящего фаната. Ну и, конечно же, косметика. Ее, как оказывается, мало не бывает. В арсенале косплеера всегда есть несколько палеток теней, набор накладных ресниц, ногтей и многое другое. А без линз никак? А ну, раз парик одевать, там надо же видеть, это все образ, без линз вообще никак. В общем, красота требует жертв, а также денег. Стоимость одного только парика – около тысячи рублей. Да и костюм обходится фанатам в копеечку. Минимум 10 тысяч. Плюс стоимость билета в город, где проходит фестиваль, а также проживание в гостинице или на съемной квартире. Получается затратно, но зато красиво. Миленько, или, как говорят анимешники, кавайно выглядеть – это лишь задача минимум. На фестивале фанаты мультиков демонстрировали и свои таланты. Например, пели песни на японском, играли на скрипке и танцевали под любимые песни из аниме. Впрочем, настоящие анимешники уверяют, распознать их в толпе можно не только по костюмам и волосам необычного цвета. Главное отличие – это манера речи. Любимое слово истинных поклонников Sailor Moon и ее анимационной команды «ня», что в переводе с японского означает «мяу». Настоящий фанат аниме боготворит кошек и сам не прочь примерить на себя их образ, например, надеть ушки или хвостик. Так что среди всех субкультур косплей, наверное, самая миролюбивая. Ведь мяукающие питомцы известны своим добрым характером. Виктория Минаева, Алина Москвина, Комсомольская правда, Новосибирск. Комсомольская правда.